Вы на канале Умно и Разумно. В этом видео с вами рассмотрим, какое же это растение самое полезное и питательное. И этим растением является всеми известная крапива. Исключительно лекарственным растением является крапива. Сейчас я вам представлю, как можно приготовить чай из крапивы, а особенно свежей и также из сушеных листьев. Свежую крапиву следует собирать обязательно в перчатках, так как она может вызвать реакцию на кожу. При заваривании чая используйте молодые листья крапивы. Именно те, которые находятся около верхушки растения. В основном все растения являются лекарственными, поэтому для приготовления чая вы можете использовать как корень, так и стебель. В случае с сушеными листьями крапивы, можете также заварить полезный для здоровья чай. Для заваривания чая вскипятите воду. Добавьте несколько листьев крапивы в стакан воды или же одну столовую ложку. Залейте кипятком и настаивайте 15-20 минут. После процедите и чай готов к употреблению. Можете добавить мед. Вам не нравится вкус крапивы? Тогда можете добавить к ней немного мяты или же лимона. Тогда чай станет намного вкуснее. Главное в употреблении чая это укрепление вашего здоровья, дозировка, а также применение чая из крапивы. Знайте, чай из крапивы безопасный и достаточно полезный напиток. Его следует пить в теплом виде. В летний период можете употреблять охлажденным. Можете в течение дня выпивать до трех стаканов. Конечно же, в зависимости от проблемы со здоровьем. Можете его пить одну неделю, а при хронических заболеваниях пару месяцев. Желателен он также диабетикам. Крапива полезна при анемии. Железо в крапиве содержится в огромном количестве. И употребление чая в определенный нужный период может улучшить уровень железа в крови. Чай, приготовленный из листьев крапивы, также можете использовать. Принимая заранее, крапивный чай очень эффективен при сезонной аллергии. Крапива чудесное мочегонное средство, но и не только. Если в организме имеются воспаления, то она способна их снизить. Крапива полезна для волос и кожи. Если есть проблемы с угревой сыпью и различными кожными заболеваниями, то хорошо поможет крапива. Желаю всем здоровья! Благодарю за внимание! Всем пока!